Венецианский карнавал масок – самый красивый и загадочный карнавал Европы. Его история берет свое начало с 11 века. Теперь карнавал и в Губкинском. Атмосферу необычных образов и самодельных масок создали дети в пришкольном лагере. Принцессы, феи, бабочки. На суд жюри ребята представили маски, сделанные своими руками. Несмотря на праздничную атмосферу, оценивали ребят строго по критериям. Жюри оценивало, во-первых, непосредственно сами маски, насколько они были выполнены хорошо, качественно, красиво, насколько сложными они были. Во-вторых, это выступление самих ребят. То есть было заметно, что некоторые ребята отрепетировали дома, очень интересно выступили, артистизм мы оценивали. Каждый участник старался творчески подойти к изготовлению своих масок, чтобы очаровать жюри. Я долго-долго думала, что надо делать, потом у меня подумала, и у меня по палате было горошек, и мне придумалось быть принцессой горошек. И я сделала маску горошек. Среди участников были и те, кто решил принять участие спонтанно. На самом деле идеи не было, просто я захотел сделать какую-то маску, просил шаблону другу, он мне дал шаблон, я вырезал маску, и вот мне ее прикрепили, все. Ну и, конечно, какой карнавал без супергероев. Вообще, Человек-паук, это мой самый любимый герой. Я смотрел фильм «Местители», и мне пришла идея в голову сделать вот такую маску. Самых ярких отметили грамотами, а чтобы остальные не унывали, для них подготовили сюрприз. Друзья, ну и после парада масок, когда определены победители и призеры, для ребят подготовили вот такую вот мини-танцевальную программу. Ну и наша съемочная группа не могла остаться в стороне и не потанцевать с ребятами. Тем более мы тоже в масках, хоть и в медицинских. Начало положено. Кто знает, может быть эти ребята и станут первооткрывателями ямальского карнавала масок. Павел Науменко, Олег Орткевич, Новости Губкинского.